Гребешок, блюда из рыбы, особая рецептура на стыке восточной и западной культур. Дальневосточная кухня в последние годы обрела по-настоящему культовый статус. Различные гастрономические фестивали тому прямое подтверждение. На волне успеха этого кулиндарного направления журналистка информационного агентства ВладНьюс Софья Ночвина решила испытать на собственном опыте, что значит быть поваром, да еще и в действительно хорошем ресторане, специализирующемся на дальневосточной кухне. Учителем Сони в кулинарном ремесле стал шеф-повар одного из самых элитных заведений Приморской столицы. Сегодня в рамках проекта «Попробуй на себе» мы с Сони будем готовить дальневосточную кухню. Это будут дальневосточные морепродукты, гребешок, створ, когда будет у нас с манго и соусом из манго-халапенья, будет салат с дальневосточного краба и палтус, глазированный в мясо пасти с бакчоем. Опытный шеф заранее подготовил ингредиенты, приборы и рабочее место. Привычка быть исполнительным, говорит Антон, исходит из его ежедневного распорядка. Некоторые особенные дни даже попали в видеохронику дальневосточной кухни. Однако проект «Попробуй на себе» обязывает когда-нибудь появиться и журналистку, которая заранее переоделась и морально подготовилась ассистировать шеф-повару. Чёрный фартук, кепка и одноразовые перчатки. По-видимому, хороший повар должен не только вкусно готовить, но и стильно выглядеть, пока творит кулинарную магию. Что ж, ингредиенты готовы, и учитель с ученицей ринулись в бой, попутно комментируя происходящее. В принципе, все продукты простые до манго, гребешок. Для дальневосточников это вообще обыденность. Для начала поварам нужно очистить манго от кожуры и, конечно, красиво и ровно порезать фрукт. Это, пожалуй, самый лёгкий этап готовки. Ведь дальше их ждёт краб и гребешок, а с этими морскими деликатесами иногда нужно постараться. Не, ну манго, конечно, очистить не трудно, а вот с гребешком мы ещё посмотрим. Я дам тебе возможность попробовать это сделать. Далее очистить гребешок от субпродуктов. Уже на этом этапе аромат манго и парного гребешка почти свёл с ума всю съёмочную группу 8 канала. Но наблюдать за стараниями новичка и указаниями шеф-повара было слишком интересно. Сейчас он у нас остывает, и пока он у нас соус остывает, мы с тобой начнём разделать дальневосточного камчатского краба. Камчатского краба, можно так сказать. Краб был отварен в солёной воде, глубоко-голодной. Из глубины берётся вода, в ней же варится камчатский краб. Наша задача сейчас с тобой его разделать, так сказать. К слову, меньше, чем через месяц в Приморской столице пройдёт фестиваль, посвящённый этому морскому членистоногому. А потому выбор краба в качестве ингредиентов в салат вдвойне актуален. Открывать створки гребешка для хрупкой девушки оказалось той ещё задачкой. Но щёлкать ножницами клешни крабу, с этим Софья справилась на раз-два. Девушка действительно старалась, и отсутствие упрёков со стороны бывалого шефа лучше этому доказательства. Ну а пока Антон взял на себя большую часть рутинной работы, одно из уже готовых блюд. Салат удостоилась комментария нашей испытуемой журналистки. В сочетании с соусом вот эта самая изюминка, самая главная, придаёт какую-то текстуру, какой-то новый вкус. Ну попробуем, что получилось у нас. Сейчас мы будем с тобой подготавливать нашу базу на палтуса с мясо глазуи. Судя по тому, что сказал шеф-повар, Соня уже не успеет попробовать салат. Впереди её ждёт самый захватывающий и, конечно, вкусно пахнущий этап – обжарка палтуса на оливковом масле с использованием газовой горелки. Таким образом рыба готовится сразу со всех сторон, и иногда буквально обволакивает не только блюдо, но и всю сковороду, что может привести к внезапному выбросу адреналина и неконтролируемым эмоциям. Корреспондент Ревладнёс жгёт у нас тут. Жжёт, жжёт. Там эту траву не спалить, ну всё вроде. Ничего, всё хорошо. Нормально? Да, хорошо всё. По итогу Софья вместе с шеф-поваром достойно справилась с возложенными на неё задачами. Часть из приготовленного даже отдали на пробу гостям, и не приходится сомневаться, что им очень понравилось. Все блюда получились не только вкусными, но и выглядели красиво и аппетитно. Сочное филе палтуса на подушке из азиатской капусты, салат из камчатского краба и манго. Очередной эпизод проекта «Попробуй на себе» удался на славу. В планах ещё многое из того, что всегда хотелось попробовать, но никак не получалось. Ждите в ближайших эпизодах дрифт и пирсинг в тату-салоне. Евгений Черёмухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом.